Всем привет! Если у вас есть 2 кабачка и 5 минут времени, предлагаю приготовить потрясающую закуску хрустящие малосольные кабачки, которые всегда первыми улетают со стола. Как я уже говорила, понадобится 2 кабачка общим весом где-то 500 грамм. Кабачки моем и отрезаем кончики. Для закуски лучше всего подойдут молодые кабачки с мягкими семенами и тонкой кожурой. С такими кабачками закуска получится особенно нежной и вкусной. Нарезаю кабачки вот такими тонкими ломтиками или слайсами. Чем тоньше нарезаны кабачки, тем вкуснее получится закуска и быстрее промаринуется. При помощи острого ножа кабачки просто и легко нарезаются, но если у вас есть специальная терка или слайсер, вы управитесь нарезкой буквально за пару минут. Вот такие тонкие ломтики у меня получились, толщина примерно 2-3 мм. А если у вас в доме найдется обычная овощечистка, можно нарезать кабачок с ее помощью вот такими красивыми длинными широкими ленточками. Давайте сравним. Вот так тонко мне удалось нарезать кабачок при помощи овощечистки. Овощечистки. Смотрите, ломтики почти прозрачные. Такие кабачки промаринуются просто мгновенно. Теперь покажу самый быстрый способ, как быстро замариновать кабачки в пакете. Берем обычный целлофановый пакет, вместо пакета я возьму рукав для запекания. Подойдет и то и другое, но также вместо пакета можно взять обычную кастрюльку или контейнер. Завязываю пакет с одной стороны. И складываю в пакет кружки кабачков. Запах стоит такой приятный, кабачки просто невероятно пахнут свежестью и летом. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, из какой стороны вы смотрите наш канал. Мне очень приятно, что мои рецепты смотрят из разных уголков мира. Теперь беру одну маленькую луковицу и нарезаю ее тонкими кольцами. Если не любите лук, можете не добавлять. Но с луком закуска получается еще более сочной и по вкусу даже напоминает шашлык. Добавляю лук к кабачкам, пока ничего не нужно перемешивать. Беру пучок укропа, меленько нарезаю укроп, отрезаю стебли. Они довольно грубоваты для этого блюда. Я обычно собираю такие стебельки в отдельный пакетик, храню в морозилке и использую их при варке бульонов и супов. Они отдают супу или бульону свои полезные свойства, а потом я их просто выбрасываю. Вместо укропа можно взять любую другую зелень. Я готовлю такие кабачки и с петрушкой, и с базиликом, и даже с мятой. Попробуйте разные варианты, какой-то из них точно вам понравится и станет любимым. Отправляю укроп сюда же в пакет к кабачкам и луку. Добавляю чайную ложку соли. Немножечко сахара, буквально одну-две щепотки. Можете сахар не добавлять, но с ним получается вкуснее, ярче вкус. И я очень люблю, когда закуска получается чуть остренькой и пикантной. Поэтому добавляю примерно 1 третью чайной ложки красного молотого перца. Если вы не любите острое, смело уменьшайте количество острого перца или совсем не добавляйте. Также сдобрим всю эту красоту свежемолотым черным перцем. Аромат стоит просто потрясающий. И обязательно добавлю мой любимый ингредиент. Это чеснок. Выдавливаю пару зубчиков чеснока через чесноковыжималку. Обратите внимание, что чеснок я не очищаю от шелухи, а кладу целенькие зубчики в чеснокодавилку. Получается очень практично. Не надо чистить каждый зубчик. Чеснок сразу в блюдо, а шелуху выбрасываем. При таком способе и время экономим, и руки не пахнут чесноком. И если мы хотим, чтобы кабачки замариновались быстро, добавляю кабачкам немного яблочного уксуса. Я добавлю 2 столовых ложки. Вы вместо яблочного уксуса можете добавить столовую ложку обычного 9% уксуса. Или замените уксус лимонным соком. А если добавите к кабачкам пару ложек соевого соуса, у вас получится шикарная закуска из кабачков по-корейски. Тоже можете попробовать. Интересный очень вариант. Друзья, все уже практически готово. Завязываю пакет с другой стороны. И теперь его нужно хорошенько потрясти и пожмякать. Вот так, чтобы овощи равномерно перемешались и пропитались ароматом специй. Этот рецепт настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить восхитительную закуску. Сырые овощи, кстати, сохраняют весь запас витаминов, ведь мы их не жарим и не печем. Маринованные таким способом кабачки будут отличной закуской или гарниром к жареному мясу или картошечке в любом виде. А также на ура уйдут под шашлычок, если вдруг малосольные огурчики немного поднадоели. Все кабачки уже полностью готовы и можно прямо сразу из пакета подавать их к столу. Но если хотите, можете убрать прямо в пакете буквально на 10-15 минут в холодильник, чтобы они немного охладились и все ингредиенты лучше подружились между собой. Этим рецептом еще лет 10 назад со мной поделилась моя знакомая врач. С тех пор я готовлю эту закуску из кабачков каждое лето. Этот рецепт просто универсальный, так как кабачки сами по себе имеют нейтральный вкус, поэтому вкус готового блюда будет зависеть от того, какие специи и приправы мы добавим кабачкам. Думаю, все знают, как приготовить кабачки со вкусом ананасов. Знаете, друзья? А сейчас я вам расскажу, как приготовить эти кабачки со вкусом грибов или со вкусом шашлыка. Все очень просто. Если вы добавите к кабачкам немного грибной приправы, на вкус кабачки получатся как грибы и будут очень напоминать хрустящие грузди. А если добавите к кабачкам приправу для шашлыка, по вкусу получатся кабачки как шашлык. Так что ставьте лайк и обязательно сохраняйте рецепт. Уверена, что он пригодится каждой хозяйке. И если вам понравилось видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу кабачки, мне будет очень приятно. Это универсальная быстрая закуска из кабачков на скорую руку. Не займет вас дольше, чем на 5 минут. Главный плюс заключается во вкусе и, конечно же, в том, что не нужно несколько часов ждать, пока овощи промаринуются. Друзья, если вы любите готовить и вкусно покушать, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео выходят на канале 2 раза в неделю. Напомню, что меня зовут Олеся. Вы находитесь на канале Готовим Дома. Чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения, вкусных кабачков. Пока-пока и скоро увидимся!